Я сразу начну с привычного уже в наших школах, которые мы ведем. Это с мысли дня, то, что дала Елена Петровна, как жемчужина востока. Все вы как раз знаете, читали, да? На каждый день дается определенная мысль. И на сегодняшний день мысль следующая. Быть чистым или нет, выбирать тебе сама. Никто не может очистить других. Вот такая мысль сегодня работает в этом дне. То есть такая энергия. И она проходит через каждого из вас, кто рожден в том или ином году. И согласно этого года, своего рождения, вы каждый имеете свое индивидуальное начало взглянуть на эту мысль по-своему. И увидеть в ней глубинный смысл. Увидеть вот так просто глубинный смысл очень сложно. Потому что мы, люди, привыкли мыслить в категории образа. Нам необходимо, чтобы был какой-то объект, форма, на что бы мы обратили внимание и с учетом этого внимания для себя интерпретировали эту мысль ясно и понятно. Так вот у каждого развивается при этом, при мысли дня, развивается образное мышление. То есть абстрактное наше мышление, которое называется философией, философским взглядом на жизнь, элементарностью философской, которое может привести нас к теософскому видению. А это значит, прежде всего, логика и философия. И когда мы это складываем, то наш образ, он живой. То есть мы его можем прочувствовать. Так вот сегодняшний день у нас, по колесу времени, сегодня неделька у нас Кабана Синева. В этот год Кабана Синева Елена Петровна как раз и открыла, так сказать, теософское общество. Она его организовала с Алькотом, это теософское общество, год Синева Кабана. Мы сейчас сидим как раз в этой недельке, в этих энергиях создания теософского общества. У нас есть преимущества, потому что мы уже знаем, какой принцип работает этот проявленное сознание. Символ Кабана проявленное сознание или теософское сознание. Это теософское сознание, которое способно образным мышлением, через это образное мышление, в общем-то, иметь диалог с окружающим его миром. Диалог этот происходит на уровне сердца. Сердце символизируется шестикрым. Вы знаете, что это шестикрымый сихофим. На перепуте явился Пушкин в свое время. И это сердце, оно связано, безусловно, с сознанием. Потому что прежде чем сознание пробудется, нужно открыть сердце. Вы все это прекрасно знаете. Теперь смотрите, мы живем в год Кабана, опять же Кабана или сознание желтого Кабана. Это земляной Кабан. Суть его пробуждение сознания и поворот колеса учения. Поворот колеса учения, само колесо символизирует, прежде всего, это нашу жизнь. Жизнь бытия. Ну, бытие символизируется колесом. Колесом в своем спиральном вращении. То есть вот эти перевоплощения, закон перевоплощения, закон кармы, о чем, собственно, говорит учение, прежде всего, о законе кармы и перевоплощениях. Так вот этот закон кармы связан как раз с этим вращающимся колесом нашей жизни. Или бытия. Мы пришли познать это бытие. Для познания бытия нужно пробудить сознание. И вот этот год уникален в том смысле, что мы можем в этом году это сознание пробудить. А пробудить нужно его, и необходимо, потому что осознанная жизнь, она более чиста и более качественная. А если мы решили жить по-новому, да, в силу того, что эпоха пришла новая, значит, мы должны и жить по-новому в этой эпохе. То мы для этой эпохи должны пробудить сознание. Открыв сердца и объединившись в духе. И самая главная программа Белого братства человечества, собственно, которая и принесла Елена Петровна, плюс еще различные образы учителей, она о них говорила, что есть это человечество, то есть учителя человечества, они существуют. Они такие же реальные, как и мы с вами. Вот это ее, так сказать, великий вклад и та ноша, и тот крест, который она принесла и показала нашему человечеству, чтобы мы достойно взяли каждый свой крест и несли достойно в этом мире, по-новому, пробив свою, именно индивидуальную тропу, по своему лучу, по своей энергии. Самая главная энергия года у нас – это энергия Юпитера. А энергия Юпитера – это энергия сердечная, энергия тепла и жизненности. Вот под такой энергией добра и теплоты мы должны реагировать весь год на любые обстоятельства, на любые события. И голос безмолвия нам как раз это и говорит. Он об этом говорит, голос безмолвия. Чтобы мы стали хальтистичны, прежде всего. Чтобы мы начали уважать друг друга. Уважать. А Юпитер говорит канонам Господом Твоим. Вот эта формула, она всем братствам приносилась в мир. Теперь посмотрите. Мы находимся в направлении пространства – разум. Разум – это осознанные действия. Разумные наши действия. Сознание только способно творить новую карму. И этот год в созвездии весов, он значим законом всего сектора весов. Мышкой. Мышка символизирует карму. Так вот сейчас мы как раз и закладываем ту карму, очень важную, с пробуждением сознания и открытием своего сердца. По-другому не получится. Мы должны объединиться в духе. Теперь смотрим дальше. День сегодня у нас. Черной змеи. Черная змея – символ разума. Находится в этом же направлении пространства. В день, где создается потенциальность раскрытия новых способностей нашего астрального тела, его органов чувств. Мы должны перейти из внешних органов чувств, заложить причины, пробуждение, внутренней потенциальности наших органов чувств. То чутье, которое мы проходили, будучи в животном царстве природы, то есть в тех энергиях, чутье дает культуру. Только через чутье мы можем окультуриться. Так вот сейчас пришло время прийти к тому внутреннему чутью. Потому что вы сами знаете, что Луна в то время, где находилась, как сказать, монады человеческие, проходила волну эволюции, именно чутья. Это животная природа и называется. То есть сознание становилось чутким. Теперь мы возвращаемся к памяти этой чуткости. И с учетом разумности своей, мы должны определить свои чувствования, придать им ощущения. Потому что ощущения только разумом определяются. Сознание должно понимать и осознавать свои действия. И вот, собственно, голос безмолвия об этом и говорит. Но вот много о чем еще говорит. И о том говорит, чтобы мы были терпеливыми, да. Об этом очень глубоко сказано. Потому что голос безмолвия, он в тишине творит. На уровне ощущений. И эти ощущения в каждом из нас, они есть. Это называется тело Будды. Так вот, чтобы пройти разумность, мы должны прийти к открытию своего буддхического видения мира, ощущения. Именно буддхического. И это тело у вас у всех есть. И нам о учении говорится, что вы все боги. Ну, спасибо большое. Спасибо.